Друзья, всем привет, с вами Катя, добро пожаловать на мой канал, в эфире новости Израиля по понедельникам. Компания мороженого Ben & Jerry объявила бойкот Израилю. Вокруг этой компании разразился большой скандал, потому что она отказалась продавать свое мороженое на, цитата, оккупированных Израилем территорий, имея в виду еврейские поселения в Иудее и Самарии. Заявление, которое компания разместила на своем интернет-сайте, гласит, цитата, Компания считает, что продажа мороженого на оккупированных палестинских территориях не соответствует нашим ценностям. Мы также получили обращение от наших клиентов и партнеров. Интересный факт, что компания была основана двумя евреями. Сейчас это международная компания, принадлежащая концерну Unilever. Все вы знаете этот концерн. Решение не продавать мороженое в еврейских поселениях было принято международным советом директором именно компании Ben & Jerry's. И компания Unilever Israel говорит, что нам известно о решении Ben & Jerry's. И мы хотели бы уточнить, что Unilever Israel не имеет ничего общего с брендом Ben & Jerry's в Израиле. Представитель Госдепартамента США объявил, что администрация президента Джо Байдена выступает против движений бойкота Израиля. Но в то же время он отметил, что речь идет о частной инициативе коммерческой компании. В общем, все это выглядит действительно так, что все большие шишки открестились. Концерн Unilever, куда входит компания Ben & Jerry's, открестилась. И, в общем, никто не виноват, это все они. Но, тем не менее, контракт, который заключен до конца следующего года, продлен не будет. А вот предприниматель Ави Зингер, который обладает лицензией на производство этого мороженого в Израиле, сказал, «Руководство международной компании Ben & Jerry's решило не продлевать контракт из-за нашего отказа выполнить требования и прекратить продажи на всей территории Израиля. Мы призываем правительство Израиля и общественность не допустить бойкота нашей страны. Это беспрецедентный по своему значению шаг концерна Unilever, владеющего брендом Ben & Jerry's». Совет директоров компании по производству мороженого, видимо, решили сделать жест доброволи и поклон в сторону Палестины и совсем перестать производить свое мороженое в Израиле. Министр иностранных дел Еир Лапит назвал это заявление позорной капитуляцией перед антисемитизмом. В связи с этим скандалом, конечно, начались проблемы с кадровым составом. Их графический дизайнер, производитель мороженого Ben & Jerry's покидает компанию спустя 21 год работы. Вот из-за этой ситуации. Для чего это нужно? Частной компании, производителю мороженого, который пользуется популярностью в Израиле. Это мороженое действительно очень вкусное. Непонятно. На церемонии открытия Олимпиады в Токио впервые за 49 лет почтили память израильских спортсменов, погибших на Олимпиаде в Мюнхене. В 1972 году Олимпийские игры проводились в Мюнхене и членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь» было захвачено 11 членов израильской олимпийской сборной. В результате провальной операции спасения заложников все 11 человек погибли. Остались живы три террориста, но в итоге Германия их отпустила, обменяв на заложников, захваченного Черным сентябрем самолета Люфтганза. Израиль организовал операцию «Гнев Божий», и израильские спецслужбы выслеживали и уничтожали причастных к организации и выполнению этого теракта. Все 49 лет родственники погибших пытались добиться жеста со стороны Олимпийского комитета, но давление арабских стран было сильнее. И вот сейчас, спустя 49 лет, впервые на открытии Олимпиады в Токио почтили минутой молчания 11 погибших спортсменов Израиля. Громкий заголовок на наших новостных порталах. США пожертвовали Израилем в сирийской игре Путина. Все вы знаете, что Джо Байден встречался с Владимиром Путиным, и в ходе этой беседы, как сейчас выясняется, Джо Байден дал понять Путину, что он возражает против израильских действий в Сирии. Напомню, что Израиль уже давно атакует террористические объекты Ирана, находящиеся в Сирии, и до этого момента Россия в кавычках закрывала глаза на эти атаки. Сейчас политика меняется. Российский источник утверждает, что руководство Израиля поставлено в известность об изменении политики. Российский источник сообщает, что изменения связаны с политическими контактами между Россией и США, а не изменениями отношения России к Израилю. В прошлом российские военные не принимали участие в срыве израильских атак на террористические объекты, но теперь, согласно сообщению из арабской газеты, находящейся в Лондоне, они начали оказывать содействие сирийским коллегам и сбивать израильские ракеты. Будем следить за развитием событий. Темпы заражения коронавирусом в Израиле снова пошли на спад. На 30% увеличилось количество анализов. Этим частично объясняется рост показателей заболеваемости, однако доля положительных анализов остается около 1,5%. Это значит, что, во всяком случае, пока четвертая волна отменяется. Тем не менее, у дома премьер-министра Нафтали Беннета прошел митинг антипрививочников, и они требовали отдать премьер-министра под суд за дискриминацию противников вакцинации. Митинг состоял из нескольких десятков человек. Организован этот митинг был в ответ на заявление Беннета о том, что антипрививочники создают опасную ситуацию и причиняют вред всему израильскому обществу. Вот слова Беннета, которые привели к митингу антипрививочников. Наука пришла к однозначному выводу – вакцина работает, она эффективна и безопасна. Отказывающиеся от прививки подвергают опасности свое здоровье, здоровье окружающих и свободу всех граждан Израиля. Свободу работать, свободу детей учиться, свободу отмечать семейные торжества. Отказывающиеся от прививки наносят вред всем, потому что если все вакцинируются, мы сможем продолжать вести обычный образ жизни. Участники демонстрации перекрыли автомобильные дороги, расположенные возле дома Беннета, поэтому полиции пришлось попросить демонстрантов передвинуться на специально отведенное для подобных пикетов место. Они отказались. В связи с этим началась потасовка и полицейские заявили, что участники акции вступили в столкновение с полицией. В Израиле начали подделывать разрешение на посадку в самолет. Я уже рассказывала, что в Израиле создана особая комиссия, которая рассматривает заявки и выдает разрешение на въезд или выезд из страны. И так как получить это разрешение действительно очень сложно, то начали их подделывать. И за последний месяц около 250 человек были в последний момент сняты с рейсов. Также люди приходят вообще без всяких разрешений, надеются, что никто ничего не заметит и их просто пропустят. Естественно, никто их не пропускает и они не улетают. Все это относится, конечно же, только к красным странам. На севере Израиля прошел долгожданный июльский дождь. Что в этом такого и почему об этом пишут на всех новостных порталах, я вам объясню. Потому что дождь в июле в Израиле это очень редкое и очень сильно долгожданное и радостное явление. В Израиле дожди идут в среднем где-то с января по март, ну может чуть-чуть покапать в декабре и в апреле. И все. Все остальные 8-9 месяцев ни одной капли дождя в Израиле вы не увидите и увидите крайне-крайне редко. И вот пару дней назад прошли дожди над Хайфой, над Западной Галилеей. Говорят, даже в Нетании рано-рано утром на побережье чуть-чуть покапало. Это здорово, потому что в Израиле сейчас стоит аномальная жара, которая бывает только в августе и она сейчас к нам пришла в июле и это, конечно, невыносимо. Очень хочется дождика, очень хочется прохлады. Надеюсь, что сентябрь в этом году будет менее жаркий, чем обычно, раз жара сдвинулась на пораньше. Обычно жаркие месяцы это август-сентябрь. В июле, как правило, еще не настолько жарко, что невозможно выйти из дома днем. Это все мои новости на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх и до встречи в следующих роликах. Пока-пока.